Я думаю, что старая система будет продолжать ломаться. И я думаю, что подобное продлится еще где-то 10 или 20 лет. Я считаю это марафоном, где мы находимся на втором километре. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Совсем недавно глава Ripple Брэд Гарлинхаус давал интервью на телеканале Bloomberg. В нем он рассказал о своем видении развития криптовалютного рынка в 2020 году. В частности, речь шла, конечно же, и об XRP, и о плане Брэда, как именно заставить людей принять этот цифровой актив. Ссылка на оригинал, как обычно, будет в описании. Технологии блокчейна быстро переходят в мейнстрим, и наш следующий гость как раз является одним из ведущих игроков блокчейна. Рада представить вам генерального директора Ripple Брэда Гарлинхауса. Очень рада видеть вас снова, так как прошел практически год с нашей последней встречи. Но давайте поскорее перейдем к XRP, который облегчает мгновенные платежи между сторонами, такими как банки. Расскажите, пожалуйста, как вы собираетесь привлекать внимание к XRP? На самом деле, мне невероятно приятно, что многие люди видят, что именно XRP решает реальную проблему с цифровыми активами. Вы знаете, я думаю, что так исторически сложилось, что в криптосистеме было много ажиотажа, и поэтому много экспериментов. И сейчас мы можем посмотреть на то, что мы делаем с XRP, и действительно ускорить его принятие, а также помочь банкам понять, что именно возможно благодаря этим цифровым активам. Но уже есть SWIFT, который является укоренившимся игроком. Насколько сильно вы конкурируете с ним? Мы смотрим на SWIFT как на компанию, которая определила то, как работают трансграничные платежи, которые также существовали в течение пары десятилетий. Эта система работает уже множество десятилетий, и мы чувствуем, что есть возможность перенести эту старую систему в современный мир или в мир интернета. Сегодня SWIFT транзакция может занимать целые дни, и вы даже не будете знать, была ли она отправлена или уже была получена. Это почти как открытки, где единственным способом узнать, дошла ли она до получателя, это услышать ответное «Да, я получил». Я думаю, что в мире интернета, где можно заказать Uber и сразу же увидеть, где находится таксист, люди ожидают того же от финансовой системы. Так должна работать система в современную эпоху. Брэд, а расскажите мне, к чему всё это приведёт? Я имею в виду, давайте посмотрим, насколько это эффективно. Мы имеем множество выпущенных криптовалют, где вы являетесь одним из лидеров, но дело вовсе не в этом, а в том, как вас много. Вы знаете, на самом деле я согласен с вами, я думаю, что таких как мы уже слишком много. Есть около трёх тысяч различных цифровых активов, которые торгуются ежедневно. Я думаю, вы знаете, что в любое время, когда появляется новый рынок, есть и большое количество людей, которые входят на этот рынок и пытаются показать, что они могут решить какую-то проблему, чтобы удовлетворить каких-то клиентов. Я уже говорил об этом публично и повторюсь опять, 99% всех криптовалют, вероятно, упадёт к нулю. Но есть 1%, который ориентирован на решение реальной проблемы для реальных клиентов и способен решить эту проблему глобально. Именно это и изменит игру. И я думаю, что всё это пространство будет продолжать значительно расти в ближайшие десятилетия. Я имею в виду, вероятно, одну из причин, почему существует такая большая нестабильность с точки зрения цены. Ваша валюта хочет быть единицей перевода, но проблема в том, что если вы переводите немного денег кому-то, то это может стоить гораздо меньше к тому времени, когда этот кто-то фактически обналичит эти деньги. Поэтому как бы вы на самом деле обеспечили некоторую стабильность во всём этом? Вы знаете, получается, что это большое заблуждение. Когда вы запускаете SWIFT транзакцию, в итоге ваша волатильность зависит не только от курса, но и от времени. Поэтому SWIFT транзакция может занять 2-3 дня, в то время как транзакция XRP занимает несколько секунд. И оказывается, в конце концов, что волатильность SWIFT транзакции намного выше, чем волатильность транзакции XRP. И всё из-за времени. Мы как раз недавно опубликовали на веб-сайте Ripple информацию, которая объясняет всю эту математику. И выходит, что во время транзакции XRP риски волатильности ниже. Это определённо вызывает серьёзную беспокоенность по поводу форсирования продавцов у Ripple. Они говорят, что волатильность больше, чем ожидалось. Есть ли причина для беспокойства по этому поводу? Что ж, я думаю, что распродажа XRP несравнима с Ripple, так как это частная компания, у которой есть свои акционеры. Так что вы не можете торговать акциями Ripple, так сказать. Поэтому мы уделяем больше внимания долгосрочному развитию XRP. И я никогда не думаю о скорости транзакций, пусть они будут идти 3 дня, 3 недели или 3 месяца. Вы всё равно знаете, что используете преимущество цифровых активов для повышения эффективности транзакций. И я думаю, что подобное продлится ещё где-то 10 или 20 лет. Я считаю это марафоном, где мы находимся на втором километре. Поэтому я также не думаю о цене XRP в краткосрочной перспективе. Я скорее думаю, сможем ли мы позволить XRP быть наиболее эффективной с точки зрения скорости транзакций и их стоимости. И я уверен, всё больше людей будут пользоваться XRP. То есть вы хотите сказать, что не о чем беспокоиться, смотря на эту распродажу? Я думаю, что криптовалюта будет продолжать быть волатильной и весь рынок будет продолжать двигаться вместе. И будут моменты, когда XRP начнёт превосходить биткоин, так же и моменты, когда он будет уступать ему. Но если смотреть на это как на долгосрочное путешествие, то я довольно оптимистичен по отношению к данной ситуации. Если мы посмотрим на весь рынок, то мы увидим много бычьих тенденций для всей криптовалютной экосистемы. Брэд, я лично знаю других людей, а точнее крупных игроков, которые хотят увидеть действия, а не слова. И я сейчас говорю о Либро, поэтому расскажите мне о своём видении Либро и о некоторых вещах, которые Либро действительно представляет и являются ли они хорошими. Ну я думаю, что очень даже хорошо то, что существует так много игроков в криптопространстве. И конечно то, что взбудоражило Ripple, это идея о том, как мы уменьшаем фоновые издержки, как снижаем затраты и как привлекаем финансовую систему людей, у которых нет доступа к банкам или этот доступ ограничен. Поэтому мы безусловно принимаем это видение и усилие Фейсбука идти навстречу потребителю. Я думаю, что это один из тех подходов, задача которого состоит в том, чтобы все финансовые системы и все финансовые инструменты были построены на доверии, вместе с Фейсбук, который выступает в качестве лидера Либры. Но Фейсбук сейчас имеет некий дефицит доверия, основанный на многих вещах, которые произошли с компанией и на тех вещах, которые они сделали. Поэтому Либре будет трудно использовать этот фундамент доверия, чтобы набрать обороты. Как вы хорошо знаете, у Фейсбука есть много регулятивных проверок и вопросов, на которых еще не ответили. Но я думаю, что хорошие новости заключаются в том, что ключевые люди, такие как Марк Цукерберг, сказали, что Либра не будет запущена полностью, пока эти вещи не прояснятся. Джейми Даймонд сказал, что это очень хорошая идея, которая никогда не реализуется. Не слишком ли рано списывать ее со счетов? Я думаю, слишком рано. Но также мы видели много изменений в настроении вокруг Либры, когда, например, Мастеркард, Пейпал и другие покинули Либра Ассоциэйшн. Хотя я думаю, что по большей части это произошло из-за неопределенности регуляторов. Я думаю, что Фейсбук просто выбрал довольно агрессивный и в то же время немного наивный метод, что они могут просто ворваться с ноги в игру и сделать это, несмотря на множество проблем. Я считаю, что, конечно же, Риппл приближается к тому миру, где мы будем работать с регуляторами. Мы уже заключали партнерство с некоторыми из них на самых ранних этапах, в Сингапуре, например, и собираемся делать это дальше, во всем мире. Я думаю, что это помогло нам строить Риппл для всех наших клиентов. И поможет. Мой последний вопрос. Вы знаете, что мы имеем большое количество криптовалют. И я уже спрашивал вас о том, будут ли люди в них разочаровываться и будут ли они существовать спустя долгое время. Но теперь мне интересно, как будет выглядеть вся эта экосистема спустя время. Это довольно важный вопрос. Я думаю, что старая система будет продолжать ломаться. Еще несколько лет назад крипту использовали для незаконных операций, таких как «Шелковый путь» и другие случаи. Теперь мы перешли к действительно спекулятивному пузырю, который сейчас у всех на слуху. И я думаю, что этот спекулятивный пузырь продолжит свое существование в 2020 году, а может и в последующие годы тоже. Но как эти технологии решат реальные цифровые проблемы для настоящих клиентов? Я не думаю, что вы увидите, как весь рынок одновременно начнет расти и оправдывать свой потенциал. И именно это причина, почему Ripple фокусируется на конкретном клиенте и конкретной проблеме. И нам очень повезло, что мы набрали и набираем обороты с нашим клиентом. И будем продолжать это делать. Это было интервью Сео Риппл Брэда Гарлинхауса о том, как именно будет развиваться Ripple в 2020 и последующих годах. Пишите свои мысли по поводу услышанного в комментариях. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»